Сегодня нам предстоит перегон около 350 километров. Мы поедем по Чуйскому тракту, проедем два перевала и по плану должны доехать до поселка Чибит. Там должны остановиться на базе кочевников. Ну ладно, посмотрим как в итоге получится. Саша, ну ладно, снилай. Придешь еще? Да придешь еще, вон Майя идет. Саша, я подъеду. Доброе утро. По пути мы заехали в поселок Черга. В магазин Чергинского маслосырзавода. Купили вкусный сыр в дорогу и теперь нам предстоит длинный подъем 9 километров на Семинский перевал на высоте 1717 метров. Небольшая передышка, прогулка по сувенирным лавочкам и мы едем вниз. Погода чудесная, 30 градусов жары. Едем, любуемся открывающимися видами. Дорога хорошая, идеальный асфальт. Машин мало. Перед перевалом Чикитаман мы всегда заезжаем в Семинский перевал. Мы заезжаем в магазин купить молока, потому что на перевале продают очень вкусные алтайские лепешки. Вот такое можно увидеть в алтайской деревне. Счеты и терминал. Как всегда, майма полако. Мы подъезжаем к селу Ангудай. Это административный центр и крупнейший населенный пункт Ангудайского района. Население более 5000 человек. Село основано в 1626 году. Расположено на высоте 860 метров над уровнем моря. В долине реки Урсул. Мы начинаем подъем на перевал Чикитаман. До начала 20 века дорога через перевал Чикитаман проходила в другом месте. Это была конно-тележная тропа с 34 очень крутыми и опасными поворотами. Эта часть старого пути видна со смотровой площадки современной дороги, движение по которой началось только с 1984 года. Высота перевала 1295 метров над уровнем моря. Но Чикитаман воспринимается как более высокий из-за своей крутизны и опасных склонов. Острых ощущений добавляет вероятность камнепадов. Со смотровой площадки открывается панорама Теректинского хребта высотой 2500 метров над уровнем моря. Что мы увидим сейчас? Сейчас увидим старый Чуйский тракт. И... Опа! Представляешь, вот там вот, да? А не хотите по старому Чуйским тракту поехать? Нет, не важно. А как это сделать? Вот этот старый Чуйский тракт. Мы пытаемся показать вам все. Самое-самое. На перевале расположена большая ярмарка. Здесь продают сувениры, целебные травы, мед, бальзамы и еще много всего интересного. А нас интересуют необыкновенно вкусные алтайские лепешки, которые мы покупаем здесь каждый раз, когда приезжаем на перевал. Поели, погуляли, пофотографировались, отдохнули и пора двигаться дальше. Продолжение следует... Время 3 часа дня, самая жара, и мы решаем после спуска с перевала найти место, чтобы отдохнуть и поваляться в тенечке где-нибудь у воды. Сразу после перевала видим отличную стоянку и едем туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зеленые берега Чуйский тракт Чуйский тракт О дороге из Китая в Сибирь упоминалось в древних китайских хрониках тысячелетней давности. Раньше на месте современного Чуйского тракта проходил Мунгальский тракт. Это была узкая и опасная вьючная тропа, по которой купцы вели караваны с товарами на ярмарку в Кошагач, а паломники ходили к священному дереву в верховье реки Катунь. В конце 19 века были выделены средства на обустройство дороги под колесные движения, были налажены переправы, сделаны мосты и по дороге стало возможно передвигаться на телегах. Однако дорога быстро пришла в упадок и все вернулось на груди своя. Строительство новой дороги началось в 30-х годах 20 века. К работам привлекались местные жители и заключенные из сибирских лагерей. Условия работы были очень суровыми. Орудия труда только лопата, лом, кирка. Много людей погибло при строительстве Чуйского тракта. 1 января 1935 года Чуйский тракт был сдан в эксплуатацию. В Бийске есть музей истории Чуйского тракта. Рекомендуем посмотреть. В районе села Малый Еломан Катунь поворачивает свое русло почти на 90 градусов. Перед селом находится участок хорошо сохранившейся старой дороги. Старый подвесной двухцепный мост через реку Катунь в селе Иня был построен в 1936 году и стал первым в мире мостом такой конструкции. В каждой поездке на Алтай мы обязательно останавливаемся в красивейшем месте на слиянии двух мощных рек Чуи и Катуни. В месте слияния рек цвет у воды разный. Чуя кофейного цвета, а Катунь бирюзовая. Недалеко от места слияния Чуи и Катуни находится древнее святилище Кавбакташ. Здесь можно увидеть наскальные рисунки, петроглифы разных эпох. Вдалеке уже виден Белый Бомб. Скала из белого известняка. Памятник природы. Здесь находится Белобомбская пещера. Раньше здесь был самый опасный участок Мунгальского тракта. Здесь не могли разъехаться даже две встречных лошади, поэтому путник оставлял лошадей, проходил этот участок пешком и клал на дорогу шапку, как знак, что путь занят. Недалеко от Белого Бомба, рядом с новым Чуйским трактом, находится хорошо сохранившийся участок старой дороги. Здесь установлен памятник шоферам Чуйского тракта. А еще бегают непуганные суслики и растут эдельвейсы. Мы приехали на базу Кочевник, поставили палатку и будем отдыхать. Я то, что надо. Гуду-гуду-гуду-гуду-гуду-гуду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова